Собака спасает хозяина от вооруженного грабителя, а здесь утопающую девочку. В трудной ситуации братья наши меньшие почти всегда готовы вступиться за нас, но в последнее время именно они требуют защиты. Случаи живодерства участились в России, в том числе и в нашем регионе, причем издеваться над животными стали с особой жестокостью. Туда прям огромная дыра была глубокая, широкая такая, зашивали и вставляли. Вот так выглядит собака Ливия после встречи с живодерами в Новоалтайске. Ей перерезали горло так, что голова держалась практически на одном позвоночнике и мышцах. Зоозащитникам чудом удалось спасти собаку. Ей дали имя Ливия от английского «лив» – жить. И еще один не менее зверский случай. Жительница Барнаула на улице Тимуровская, 60, выходя из дома в магазин, наткнулась на лежащего возле дороги пса. Именно здесь, под этим кустом, жительница Барнаула заметила щенка. Приглядевшись, оказалось, что он мертв. Я так поняла, что у него по всей артерии был порез, потому что край раны был увиден, и на ошейнике была кровь достаточно. И на крови пасти. У него немножко была пасть приоткрыта, тоже была кровь. Но как бы мне муж сначала сказал, может быть, его правда сбили, из-за чего что кровь. Я говорю, ну даже если его избили, откуда появился порез. Щенок пролежал несколько дней. По словам Алины на улице Тимуровской, это не редкость. Был случай, когда она видела обезглавленного голубя, утыканного спицами. Серьезный прорыв в борьбе с живодерством был сделан еще в конце прошлого года, когда был принят федеральный закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Но чтобы привлечь к ответственности, нужно поймать преступника за руку и доказать наличие состава преступления. Обязательными признаками преступления является причинная связь между жестоким обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного. Также преступление признается совершенным, когда присутствуют малолетние, то есть лица, не достигшие 14-летнего возраста. Виновный осознает, что жестоко обращается с животными, предвидит гибель животного или возможность причинения ему увечий и желает этого. Если вы стали свидетелем случая жестокого обращения с животными, то нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 или 112, после чего зафиксировать преступление на камеру и взять контакты свидетелей. Тогда живодер уж точно не избежит наказания, штрафа до 300 тысяч рублей и исправительных работ на срок до двух лет. Но что побуждают людей на такие зверские поступки? Психологи называют четыре причины. Психические нарушения, изначальная жестокость в человеке, агрессия, комплексы и низкий уровень культуры. Такие ситуации можно предотвратить, если с раннего возраста объяснять ребенку, что так делать нельзя. Психологи предлагают воспитывать детей таким образом, показывать мультфильмы, которые учат доброте. Он не лавит, не кусается, на прохожих не бросается. И на кошек ноль внимания, вот это воспитание. Анна Муратова, Александр Морозов, Новости.